Перед тем, как мы будем совершать заповедь Господню, прочитаем еще из Священного Писания. Первое место. Это записано первое послание Коринфянам, 10 глава. И мы читаем 16 стиха такие слова. Чаша благословения, которую благословляем, Не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, Не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, Ибо все причащаемся от одного хлеба. И в 21 стихе апостол Павел называет это чаша Господня. Второе место. Это первое послание Коринфянам, 11 глава. И здесь мы с вами читаем с 26 стиха такие слова. Ибо всякий раз, когда едите хлеб сей, И пьете чашу сию смерть Господню, Возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей, Или пить чашу Господню недостойно, Виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, И таким образом пусть ест от хлеба сего, И пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, Тот ест и пьет осуждение себе, Не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, И немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, То не были бы судимы. Будучи же судимы, Наказываемся от Господа, Чтобы не быть осужденными с миром. Вы знаете, два вот этих места, Они говорят нам о том, Что когда мы участвуем в вечере Господней, То мы с вами должны понимать некоторые вещи. Во-первых, нам Писание говорит, Понимаем ли мы о том, Что это есть чаша благословения. И как дальше апостол Павел в 10 главе говорит здесь, Что это чаша Господня. Как важно нам осознать это, Что это благословение для нас. Это чаша Господня. И он говорит, что через это мы приобщаемся К крови Христовой, к телу Его. Мы как церковь соединяемся, Мы как тело Христово. Другое место. Он говорит, что когда вы участвуете в вечере, И если это сделано неправильно, Неподобающе, То каким-то образом происходит то, Что люди не только теряют благословение, Но он говорит, что оттого, говорит, Многие из вас немощны и больны, И немало умирают. Вы знаете, невольно, наверное, стоит вопрос, Почему именно происходит так? Почему происходит, что одно и то же участие Для одного может быть чашей благословения, Может быть чашей Господней, Для других это может быть осуждение. Ведь не меняется же сама чаша. Почему именно происходит это в момент вечери. Знаете, есть одно тоже очень такое удивительное место, Когда мы читаем Евангелие от Иоанна в 13 главе, Когда Господь совершал вечерю со своими учениками, И на этой вечере он, Когда мы читаем, что на этой вечере он имел вот это общение со своими учениками, И тут же находился Иуда, И вот посмотрите, в 13 главе мы читаем удивительные слова, Да, когда мы видим с 21 стиха, Что Иисус возмутился их духом из-за свидетельства, И сказал, истинно говорю вам, Что один из вас предаст меня. И тогда мы видим, что Симон Петр Дал знак ученику, чтобы он спросил, И мы видим, что ученик, это Иоанн, Припав к груди Иисуса, сказал, Господи, кто это? Иисус отвечал, Тот, кому я обмакнув кусок хлеба, подам, И обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту, И после сего куска вошел в него сатана. И вы знаете, мне приходилось как-то слышать от людей, Которые задавали такой вопрос, Почему именно сатана вошел на вечере, После куска, который дал ему Господь? Почему не в другом месте? Почему не раньше? Почему то, что для всех остальных Являлось большим благословением, Для него послужило таким ужасным концом? Вы знаете, для того, чтобы нам понять, Я бы хотел, чтобы мы с вами посмотрели Некоторые места из священного писания. Знаете, очень удивительно, Когда мы читаем книгу «Исход» в 14 главе, Здесь описано о том, Когда израильский народ вышел из земли египетской, Читаем мы о том, как Господь благословил их, Как они все это совершили, да? И вот мы видим удивительное с 5 стиха, «И возвещено было царю египетскому, Что народ бежал, И обратило сердце фараона, И рабов его против народа сего, И они сказали, Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, Чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, Народ свой взял с собою, И взял 600 колесниц отборных, И все колесницы египетские, Начальников над всеми ими». И мы читаем 9 стих, «И погнали за ними египтяне, И все кони с колесницами фараона, И всадники, и все войско его, И настигли их, Расположившихся у моря При Пи-Гахе-Фарофе, При Ваал-Цефонам». Вот посмотрите, друзья, Нам здесь прямо говорится, Что они их догнали, Они настигли, Они находятся возле них, И мы читаем 10 стих, «Фараон приблизился, И сыны Израилевы оглянулись, И вот египтяне идут за ними, И весьма устрашились, И возопили сыны Израилевы К Господу». И вот посмотрите, Мы с вами читаем удивительное, Описывается вот именно здесь, В 19 главе, да, «И двинулся, В 19 стихе, «И двинулся ангел Божий, Шедший пред станом сынов Израилевых, И пошел позади их, Двинулся и столб облачный от лица их, И стал позади их, И вошел в середину между станом египетском И между станом сынов Израилевых, И был облаком и мраком для одних, И освещал ночь для других, И не сблизились они один с другими Во всю ночь». Вы знаете, Очень удивительно, Когда мы читаем в предыдущей главе, В 13 главе, 21 стихе, То нам говорится, Смотрите, что «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном». И мы видим и ночью в столпе огненном. На что хотелось обратить внимание? Посмотрите, Вот этот столб облачный и огненный, Это был Господь. Господь шел в столпе. И вот очень удивительное происходит, Когда египтяне подошли и приблизились так, Что Израиль их уже видел, Израиль идет пешком, Эти на колесницах, Ну сколько времени догнать, Когда их уже видят, Они нагнали их. И мы вдруг видим, Что Господь становится Между станом израильтян И станом египтян, Становится посреди. Но на что хотелось бы серьезно обратить внимание, Этот же Господь, Этот же столб огненный, Каким-то образом Для одних освещает, А для других сделался мраком. Но разве Господь другой? Ну не другой же Господь. И люди как там, Так и в другом месте тоже люди. Вы знаете, в Слове Божьем Мы находим много таких примеров. Вспомните, когда Израильский народ выходил Из земли египетской. Удивительное тоже было, Когда Господь совершил Вот эту последнюю касть И умертвил всех первенцев Среди египтян. Но нам Писание говорит, Опять-таки очень удивительно о том, Что Господь, Разговаривая с фараоном, Предупредил об этом. Предупредил, что говорит, Я истреблю, да? Но они не приняли этого внимания. Мы видим, что израильский народ, Они исполнили то, Что сказал Господь, Помазали косяки дверей И перекладину. И мы видим, что происходит Опять-таки удивительно, да? Пошел Господь, Вот прямо так Господь и говорит, Когда я пройду, да? Прошел Господь По всей земле египетской, да? И его прохождение Для некоторых было Вопль, Потеря, Смерть. Мы видим, что египтяне Лишились серебра своего, Они отдали серебро, Золото, Все отдали, да? Они лишились тех, Которые работали на них, Они их выгнали. Мы видим другую сторону. Израильтяне, да? Они получили жизнь, Получили надежду, Получили богатство, Они, написано, Обобрали Египет, да? Получили богатство, Получили свободу, да? Одно и то же действие Господь прошел По земле египетской. Для одних Огромное благословение, Для других смерть И проклятие. Вы знаете, Мы даже в жизни Иногда встречаем это. Я вспоминаю Удивительный пример, Когда еще мы жили На Украине, в Харькове. И один год, Вы знаете, Долгое время, Практически месяц, Летом не было дождя. Сохли поля. Люди, знаете, Ну, действительно Имели серьезное переживание. И вот я помню, В нашей церкви В одно воскресенье Назначили пост и молитву. И никакой прогноз Не предвещал о том, Что, знаете, Будет дождь. И церковь назначила пост, Молитву. И мы молились. И вот я замечал Возле нашей церкви, Когда идешь, Буквально через несколько домов, Один из соседей, Знаете, Раскрыл дом И стал делать Новую крышу. Снял Все вот покрытие. Ну, Никто не ожидал дождя. И, Вы знаете, Я помню, Как вечером, Возвращаясь с собрания, Пошел не просто дождь, А пошел ливень. Сильный ливень, Да? И действительно Сильно много воды было. И, Вы знаете, Сколько было проблем Вот этого хозяина, Да? Вот весь его потолок, Дом, Вот все, Знаете, Такой глиняный дом, И прямо и по наружу Потекло всего, Да? И вот я помню, Тогда думаю, Интересно, Как получается. Для одних этот дождь, И для многих, Да? Был таким благословением. Его так ждали, О нем молились, Да? Для других, Он послужил каким-то, Вот, Знаете, Проклятием, Наказанием. Одно и то же действие Божие. Почему так происходит, Друзья? Вы знаете, Даже когда мы приходим В Новый Завет, То мы находим Удивительные места, Которые говорят нам Опять-таки об этом же. Вот посмотрите, Когда мы читаем Второе послание Коринфянам, То мы здесь находим Во второй главе Апостол Павел говорит Удивительные слова С 14 стиха. Благодарение Богу, Который всегда дает нам Торжествовать во Христе, И благоухание, Познание о себе, Распространяет нами Во всяком месте, Ибо мы Христово благоухание Богу В спасаемых И в погибающих. Для одних Запах смертоносный На смерть, А для других Запах живительный На жизнь. И кто способен В первом послании Коринфянам Апостол Павел В первой главе Опять-таки Говорит, Что проповедь О Христе Для одних Он говорит Для иудеев Соблазны, Для аль-елинов Безумие, А для, Говорит, Нас Это есть Божья сила. Вот, Знаете, Опять-таки Удивительный пример Вот, Знаете, О том, Как церковь молилась Прошел на прошлой Неделе Молодежный Конгресс И много Собралось Молодежи И других Людей Много Было Проповедей И много Покаяний Как вот сообщили Что более Трехсот Человек Которые Отдали Своё сердце Господу Или возобновили Своё покаяние Большое Такое Действие Вот силы Божьей Было И вы знаете Что удивительно Что После Вот Служение Субботнего Когда закончился Уже Вот Наше Вот такое Общение И многие Вот подходили Да И говорили Какое Действие Божие Какое Слово Как Господь Благословил Да Всё И как Вот Удивительно Да Когда Подходили Некоторые Другие В частности Один человек Подошёл Да И с таким Ожесточением Да И с такой Ненавистью Да Что Это за служение Что Это за проповеди Да Как это Можно Слушать Как Кто Это Может Говорить Да И с таким Возмущением И так Вот знаете Повернулся И пошёл И вот Невольно Как бы Задаётся Вопрос Почему Ну вот Почему Ведь То же самое Служение Ведь Те же самые Проповеди Да Почему В одних Он Это производит Большое Умиление Молитвы Раскаяние Да Сожаление Какое-то Знаете Вот Вот то что происходит Как мы иногда Говорим Что умиление Да Сердце Умиляется Другой же человек В таком ожесточении Да С такой Критикой У него Кипит Всё Да Он Слушать Не может Да Он Высказывает Об этом Вот Апостол Павел И говорит Вот Наша Говорит Жизнь И наши Слова Они Говорят Для одних Есть как Запах Смертоносный А для Других Это вот Благоухание В жизнь Ну Почему Так Вы знаете Рассуждая Об этом Я бы хотел Обратить Наше Внимание Удивительное Место В книге Левит Мы читаем В 10 главе Тогда Когда Нам Описывается Событие Когда Два сына Священника Два сына Первосвященника Аарона Надав и Авиуд И они Принесли Огонь Чуждый И Господь Их Умертвил Прямо Находясь Когда они Находились Вот В скине Собрании Прямо В самой Скине И мы Видим Третий Стих Этой Главы И мы Читаем Удивительные Слова И сказал Моисей Аарону Вот О чем Говорил Господь Когда Сказал В приближающихся Ко мне Освящусь И пред Всем народом Прославлюсь Аарон Молчал Дорогие Братья и Сестры Вот Ответ Почему Происходит Именно Так Мы Каждый Из Вас Читая Писание Имеем Определенное Понятие О нашем Господе И мы Имеем Понимание Что Бог Есть Любовь И мы Это Очень Хорошо Знаем И тогда Когда Что-то Происходит В нашей Жизни То Наше Все Упование И то Что мы Больше Всего Говорим И помним Это То Что Господь Есть Любовь Мы Знаем Эти места Священного Писания Ивангелия Иоанна Первое Послание Иоанна Когда Мы Видим Что Кто-то Спотыкается Поступает Неправильно Особенно По отношению Ко мне Мы С вами Очень Хорошо Знаем Священное Писание Где нам Говорит Послание Евреям Другие Места Что Господь Есть Огонь Поедающий Что Господь Есть Судья И мы Это Хорошо Говорим И мы Это Знаете Показываем Людям И мы Этим Устрашаем Людей Там Или еще Что-то И об Этом Говорит Писание И на На страницах Писания Мы находим Что действительно Бог Есть И Бог Любовь И Бог Есть Огонь Поедающий Судья Как это Совместить Все вместе Почему Происходит Так Вы знаете Дорогие Братья Сестры Суть В том Что Господь Есть Бог Любви И Господь Есть Огонь Поедающий Но Мы Должны С вами Понять Что Все Это Исходит В Сущности От Бога Который Есть Святой Святость Святость Божия Она Производит В нем То Что Мы Называем Любовь И Святость Божия Она Производит В нем То Что Мы Называем Суд Или Огонь Одно И то же Но Это Исходит Из Святости Божией Вспомните Когда нам Открывается На страницах Священного Писания Образ Бога Когда нам Открывается Его Сущность Его престол То Что Происходит На небе То Нам Нигде Мы Не Видим Чтобы Там Вот Херувим Или Окружающие Его Вот Эти Ангелы Чтобы Они Восклицали Что Бог Есть Любовь Или Они Восклицали Что Бог Есть Судья Но Они Всегда Восклицают Что Свят 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 Господь Саваоф Они Видят Восхищаются И Провозглашают Святость Божию От Святости Происходит Все остальное И Вот Посмотрите Что Говорит Господь Господь Говорит Поскольку Я Свят Моисей Сказал Аарону Помнишь Что Сказал Господь Что Говорит Я Освящусь В Приближающихся Ко Мне Другими Словами Когда Мы Подходим Господу Когда Мы Входим В Его Присутствие То Мы Входим В Присутствие Святости Божией И Святость Божия Она Требует Определенного Какого-то Действия И Что Удивительно Вот Этот Облачный Столб Да Те Люди Которые Находились В присутствии Бога Этого Столпа Облачного Но Они Находились В сердце Умиленного Состояния В сердце Зависимости От Бога В сердце Которое Искало И Взывало К Богу Да Для Них Святость Божия Проявлялась В том Что Свет Им Был Этот Самый Столб С другой Стороны Находились Люди Которые Находились В страшном Ожесточении В котором Сердце Что-то Кипело Была Злоба Была Ненависть Была Жажда Смерти Да Убийство И так Дальше И это Святость Божия Она Требовала Чтобы Для них Присутствие Божие Сделалось Мглою Сделалось Темнотою Сделалось Смертью И Каждый раз Когда мы Находим Что Кто-то Находится В присутствии Божьем Когда Проходит Господь Присутствие Божие Проявление Силы Божьей Оно Производит Различные Действия В зависимости От того С каким Сердцем К этому Подходит Человек Вот Почему Когда Мы С вами Приступаем К заповеди Господней Нас Господь Предупреждает И говорит Что Вы Должны Это Делать С Правильным Сердцем Потому Что Если Вы Сделаете Это Правильно То Это Будет Чаша Благословения То Это Будет Чаша Господня Это Будет Приобщение К Телу Господню К Крови Его Это Будет Служить Для Того Чтобы Нам Соединиться Вместе Приобщение Тела Как Церковь Тела Христова Мы Будем Одно Что-то Это Самое Высокое Что Может Произойти Это Единение Наше Общее Но Если Кто-то Делает Это Неправильно Господь Говорит Для Этого Человека Это Самое Действие Может Принести Ужасные Последствия Вы Знаете Дорогие Братья Сестры Рассуждая Об этом Я Как-то Хотел бы Чтобы Вот Каждый Из Нас Задумался О том Как Мы Подходим К Этому Вот Нигде Нам в Писании Не говорится О том Что Это Вот Именно Такое Осуждение Может Произойти Когда Мы Стоим На Проповеди Хотя Написано Чтобы Мы Были Осторожны Потому Что Мы Подвергаемся Большему Осуждению Нигде Не говорится Что Это Происходит В служении Когда Хор Поет Или Еще Что Почему Так Знаете Вечеря Господня Вот Это Заповедь Это Есть Самое Близкое Господу Когда Мы Как Люди Да Вот Именно В этом Имеем Возможность Подойти Само Близко К Самому Иисусу Христу Именно В этом И вот Когда Мы Входим В Присутствие Божие Когда Мы Приближаемся К Нему Вот Здесь Обязательно Происходит Действие Святости Божией И Проявление Освящения Освящается Господь В нас Да Но Действия Это Происходит Различные В Зависимости От Сердца Вы Знаете Господь Не Меняется Мы Много Рассуждаем Ветхий Завет Новый Завет Мы С вами Рассуждаем О том Что Закон Благодать Вера И все Это Правильно Но Нам Писание Говорит Господь Вчера Сегодня И Вовеки Тот же Святость Его Не Изменяется Но Что Меняется Дорогие Братья Сестры Дорогие Друзья Меняется Сердце Человека Вот Что Меняется Сегодня Господь Призывая Нас К тому Чтобы мы Приблизились К заповеди Господней Приблизились К столу Там Где мы Будем Вот Сегодня Вспоминать О страданиях Господа Когда Мы Будем Протягивать Нашу Руку К хлебу Когда Мы Будем Протягивать Вот Нашу Руку К тому Чтобы Взять Чашу Господню Это Есть Приближение К Нашему Господу Сегодня Нас Писание Призывает К тому Чтобы Мы Поистине В Большом Смирении Могли Проверить Себя Как Мы Это Делаем И Вы знаете В заключении Хотелось Бы Обратить Наше Внимание Еще Вот На что Когда Мы Читаем Евангелие От Иоанна В пятой Главе То Нам Говорится Что Господь Обращаясь К Иудеям К К К Первосвященникам Он Говорит В 42 Стихе Такие Слова Знаю Вас Вы Не Имейте В себе Любви К Богу Вы Знаете Эти Люди Они Пытались Соблюсти Закон И Они Много Делали Господь Сказал Говорит Что На земле Из Живущих На земле Говорит Вот Праведность Книжников И Фарисеев Она Очень Высока Помните В пятой Главе Матфея Как он Говорит Если Праведность Ваша Не Превзойдет Праведности Книжников И Фарисеев Не с чем Сравнить Было Они Были Очень Высоко И Они Пытались Что-то Делать И Они Из Страха Господу Да Из Но Господь Глядя В их Сердце Он Видит И Говорит Такие Слова Я Говорит Знаю Вас У вас Говорит Нету Одного У вас Нету Любви К Богу Вы Что И Делаете Делаете По Обязанности Делаете Из Страха Или Еще Что-то Да И Вот Это И Есть Разница Сегодня Господь Нам Дает Возможность Приблизиться К Нему Из Любви К Нему Если Мы Не Грешим Не Грешим Ли Мы Из-за Страха Или Не Грешим Мы Из-за Любви К Господу Вы Знаете Нету Время Об этом Может быть Сегодня Много Говорить Но Сегодня Господь Обращает На это Внимание И Он Говорит Вот Те Люди Которые Может быть Много Что Делали Они Не Имели Любви И И в конечном Итоге Они Распяли Христа Сегодня Наша Возможность Приблизиться К Нашему Господу И Сделать Это Из Глубокой Любви Проверить Своё Сердце Очистить Да И вот В состоянии Умиления В состоянии Преклонения Перед Богом Очистив Свои Сердца Приступить К заповеди Господней Давайте Мы Сейчас Еще Склонимся И пускай Господь Поможет Нам Проверив Свои Сердца Обратиться К Нему Чтобы Эта Чаша Чаша Была Благословение И чаша Господня Для каждого Из нас Аминь Помолимся